всем привет сегодня опять очередное видео из рыбной серии что-то у меня понеслось все на так рыба свежемороженая она еще не разморозилась надо ее разморозить а потом а потом будем приготовить чтобы вы не думали что я такой умный и все это знаю расскажу вам что все эти рецепты я беру из интернета смотрю высматриваю а потом готов но так что это своего рода плагиат но но по каким критериям я отбираю это видео это простота приготовления и и быстро и дешево вот три критерия всего сегодняшняя селедка будет приготавливаться будет мариноваться или засолить нет скорее всего мариноваться наверно потому что когда засаливаешь то там только одна соль это селедка будет готова к употреблению через два часа после того как мы ее замаринуем два часа обычно селедка в этом рассоле тузлуке так называемый тузлук она готовится минимум два дня ну два дня ждать это долго а вот этот рецепт это она будет готова через два дня еще раз повторяю что это не я придумал это все взято из интернета так уже если вы погуглите то вы найдете такой же рецепт ну а это будет тоже рецепт в моем исполнении и и главное что быстро главное что быстро так что размораживаем ее а потом будем приготовить пока пока все так продолжаем продолжаем нашу пепопею с рыбой у меня третье видео подряд с рыбой ну ничего это хорошо значит готовим маринад сначала мы берем кориандр но я знаю где-то так чайная ложка примерно черный горошек перец духмяный душистый тоже штук пять водичка ну водички специфический запах и все я две штучки кидаю не больше потому что действительно у нее запах такой шут так но это уже от себя кино то есть у меня не полный плагиат а немножко все себя кино есть это перец вот еще там будет одна вот от рецепта отошли что еще ну соль конечно соль соль так берем соль 4 столовых ложки так раз два три четыре так и еще одна отсебятина в оригинальном рецепте который я смотрел в интернете там ложка меду у меня мед есть но честно говоря мне его жалко бросать сюда поэтому я ложку сахара это подсебятина уже я от рецепта отошел дважды а это значит что что тут есть и и и моя мою кладу этот рецепт ну не знаю хуже он будет или лучше ну так дальше штукки у меня нету естественно но есть такой казанок вот все это высыпаем туда и кроме казанка есть вот такая толкушка толкушка вот постараемся сейчас все это перемешать вот запах соль и сахар на о видите все познаются в процессе надо соль и сахар уже не бросать сначала растереть перец и все специи а потом бросать соль и сахар а я все в одну куплю просто дольше придется терять если было без соли а зато смотрите какая получается соль растерлась сахар растерлась так и еще что в этом самое главное что в этом рецепте это конечно яблочный сок прошел магазин чисто яблочного сока нету но есть может это даже и лучше с яблок и журавлыны морс он дешевый 15 гривен стоит литр морс это значит из мякотью не сок а мякоть надо пол литра пол литра у меня есть такой нету там никакой мякоть господи дурят нашего брата как хотят так вот отмерил ровно пол литра пол литра и сюда вот так вот шокик и надо хорошо размешать вот у меня есть такой аппарат древнейший цикл gap м м все не надо в этом еще рецепте не надо его кипятить вот это такой маринад или тузлук как говорят на средней азии это тузлук когда они плов готовят не называют тузлук это название уже прицепилась до всех маринадов и до всех растворов которыми засалывают так хорошо перемешано в этом казанке оно пока стоит при комнатной температуре не надо ни кипятить ничего потому что когда готовят тузлук засолки они его кипятят и все это не надо ничего вот 4 ложки соли 1 ложка сахара и специи все ждем теперь будем будем разделывать селедку нифига не снимай я не знаю блин если не снимала то я кто покажет у нас звеняет и ну бляха-муха жалко будет если я столько говорил что я даром говорил говорил она не снимает так ну вот это вроде бы снимать надо резкость может резкость все так на чем я стану селедку селедку значит разделаем ничего ну а кстати если она не снимала то вам если камера не снимала то вы ничего не потеряли потому что все это уже давным давно снято есть у меня на канале кто хочет может посмотреть ничего тут но нету так что нормально камера знает когда выключаться она самостоятельно то хочет крутится хочет выключиться там вроде и это самое и батарейки есть на какой-то у нее есть тоже лимит по времени может быть полчаса не знаю мои предположения так и все хорошенько обрабатываем чтобы эти были Красота. Так. Что теперь? Теперь мы имеем вот такой контейнер. Значит, наш казанок. Наш казанок. Не знаю, видно или нет. Я тут поставлю одно. Чуть-чуть. Оп. Это лосола. Вот так вот. И нарезаем. Нарезаем полтора-два сантиметра. О. И вот так вот укладываем. Все. Больше ничего. Я же говорю, что я смотрю рецепты, которые минимум трудозатрат. И быстрее. Вот этот мне понравился. Почему? Я еще не знаю, какой будет результат. Но я вам скажу через два часа. Вот. Следующий. Ну, два часа, как уверяет автор. Потому что автор не я, а другой человек. Я это все посмотрел в интернете. Не, ну почему? У меня... Значит, что у меня нового? У меня нового, что я вместо меда... Вместо меда у меня сахар. Потому что меда... Ну, есть у меня мед, но я просто думаю, зачем меда. Потом. Второе. Отступление от рецепта. Он использовал чисто яблочный сок. У меня чисто яблочного сока нет, а есть микс. Яблок и журавына. Журавына, это русский, это что? Нет, это не смотри. Ну, если я вспомню, я скажу, как она называется по-русски. Вот. И какое еще отступление у меня было? У меня где-то четыре отступления. Если вспомню, то скажу. Вот. А теперь покажу вам, чтобы вы видели все это. Вот. Заливаю их. Даже нового. Вот видите. Ну, ничего. А! Еще какое отступление. Он это все сразу в холодильник на два часа. У меня оно будет час. Вот так, при комнатной температуре. Потому что он любит очень малосольную. У меня будет... А я люблю такое, чтобы немножко было соляного. Значит, у меня будет... А еще надо было тут гуще. А вот так вот. Гуще. Вот это все. Все эти специи, которые наверху. Я их сюда... Я их сюда... Чтобы оно было. Значит, у меня час будет при комнатной температуре. Вот прямо на столе стоять. А час будет... А час будет в холодильнику. А потом посмотрим, что с этого получится. Все. Все. Ждем два часа. А потом будет видно. Сейчас... Одиннадцать часов. Значит, у час дня... У час дня вынимаем... То есть, у двенадцать поставим холодильник. А в час дня... Ну, где-то час-два, может быть. Будем пробовать. Как утверждают, что вкус специфистский. Ну, опять же, обращение к Аркадию Райкину. Ну, посмотрим. Пока все. Ну, шо ж. Два часа прошло. Будем пробовать. Попробуем сначала ехать. Не понял. И вкуса. Не, ну... Вкус... Лавровый лист чувствуется. И воздика чувствуется. Потому что... Лавровый лист там много. Ну, и воздика тоже. Ммм... Вкуснятина. С лавровым листом перебор. Вот. И воздики надо одну штучку. А все остальное... А все остальное... Ммм... Ммм... Ну, и... Насчет сахара... Может, его вообще не надо кидать. Потому что... Потому что... Не, ну... Сок... Конечно... Сок не яблочный. И он не кислый, а слегка сладковатый. А еще сахар сюда... В общем, и с соком вышла неувязка. Я думаю, что... Не, оно все прекрасно. Все... Все готово. Все прекрасно. Ну... Просто... Надо пробовать сок. Перед тем, как... Вот... Мариновать. Надо пробовать сок. Он кислый. Или вот... Потому что... Вот этот, который я взял... Это... Ну... Может, он и натуральный. Не знаю. Но, во всяком случае, он сладковатый. И это... Журавлына... Там не... А... А, кстати... Журавлына... Это клюква. На... На русском языке. Это клюква. Ну, клюква тоже, вообще-то, кисленькая должна быть. А... И клюква, и яблоко... И оно получилось... Сладким. И еще ложку... Сахара. И чувствуется, что... Что тут... Не хватает кислинки. Нет. Селедка прекрасная. Я хочу сказать, что прекрасная селедка. Но, когда будете делать... Значит, лаврового листа меньше. Потому что чувствуется... Просто такой ядреный запах и вкус лаврушки. И это чувствуется... Как ее... Гвозичка. Это я говорю все о минусах. И... И сахара... Нет. Сахара может и на ложку бросать. Но... Но перед этим пробовать вот этот яблочный сок. Чтобы он был кислый. И стараться брать натуральный яблочный сок. Они... Всякие миксы. Там написано было с мякотью. Я посмотрел, там никакой мякоти нет. Ну, наверное, концентрат какой-то... Разбавили водой и говорят, что... Это... Что микс. Ну... В общем... Рецепт... Действенный. Он будет действовать. Но надо выдержать определенные условия. Конечно, у меня тоже... Получился неплохо. Вот. Смотрите. Рыбка просолилась. Она такая плотненькая. И цвет поменяла немножко. Но это... Я не знаю. Или из-за клюквы, или из-за сахара. Она плотненькая стала. И очень вкусная. Ну, лаврушка преобладает. Запах лаврушки. Вкусный запах. В общем, надо... На такую порцию... Я бросил 4 листика. Надо 2 бросать. И... Воздика в одну. Потому что воздика тоже. А... Перец и кориандр... Там все нормально. Они... Дружат. Ну, все. По-моему, сейчас картошечка. И все будет... ОК. Посмотрите, какая красота. Вот. Это не селедка. Это сказка. Вот. Все. Берите, готовьте. Учитесь на моих ошибках. Все. Бывайте здоровы. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...